Приветствую вас на моем канале разбором анонсов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетьман и моего творчества. И сейчас я вам расскажу, что у нас же в следующей серии проекта «Холостячка». А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравится больше всего, какой, по вашему мнению, подходит к Сине и Мишиной, и какой должен, по вашему мнению, победить. А в следующей серии мы увидим знакомство холостячки с родителями холостяков. Но только один Эллард не познакомит Ксению и Мишину со своими родителями, а познакомит с дочкой. Ксения, конечно же, будет с сыном, у них будут детские веселые потасовки, но это не важно. Важно то, что Ксения обидится на то, что Эллард не захочет знакомить ее со своими родителями. Замечательное пройдет знакомство Ксении с родителями Леши. У него очень дружная, стабильная, крепкая семья. И, конечно же, Ксения это увидит и немножко будет комплексовать по поводу того, что у нее-то семья разведена, и родители, и она сама. И очень странным будет знакомство Ксении с родителями и вообще с семьей Андрея Рыбака. Потому что они даже немного будут не на стороне Андрея, будут подсмеиваться с него, что у него так долго не было девушки, и он ни с кем не знакомил их. И это будет даже где-то намеки, что у Андрея якобы нетрадиционная ориентация. И это настолько будет неприятно, и Ксении где-то обидно. И сразу же станет понятно, почему Андрей так себя ведет, почему он набивает себе цену. Признается Ксении, что у него есть и другая девушка. И он такой весь виноватый перед обеими девушками. Хотя на самом деле, если бы он хотел быть Ксенией, он же мог бы не говорить ей о том, что у него когда-то до проекта была еще девочка. Просто после проекта, если бы Ксения его выбрала, он бы тихонько позвонил бы той девочке и сказал бы, да, мы расстаемся. И все. И Ксения могла бы даже не узнать, что у него кто-то был. А он специально набил себе цену. Вы не находите? Напишите в комментариях, кто из холостяков вам нравится больше всего. А у меня к вам просьба. Я хочу выучиться на режиссера, но мне не хватает на курсы. Помогите мне, пожалуйста, кто чем может. Даже если вы сбросите хотя бы 10 гривен, если от каждого, то это поможет реализовать мою мечту. Номер карточки в описании под видео. Спасибо. Жду от вас пальчики вверх. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok